Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный, в студии Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. С начала года в Минске натушение пожаров, загораний и ликвидацию других ЧЕС спасатели выезжали уже почти 2200 раз. В результате боевой работы из опасных зон были спасены и эвакуированы 190 человек. На пожарах погибли 7 человек, 25 пострадали. Далее о наиболее значимых происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. В понедельник вечером работникам МЧС пришлось оказать помощь 12-летнему мальчишке, нога которого застряла в металлической решетке при ямке подвала жилого дома по переулку Козлова. Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели освободили ногу семиклассника. Парень не пострадал. Уважаемые родители, не забывайте постоянно разговаривать с детьми на тему безопасности. Таким образом, вы сформируете у них навыки безопасного поведения и умение предвидеть последствия опасных ситуаций. И речь идет не только о детях младшего школьного возраста. Многие ученики средних и старших классов во время отдыха делают много глупостей и наносят вред организму. Учите детей, и это поможет обезопасить жизнь и здоровье вашего ребенка. Позволит провести оставшиеся дни летних каникул с максимальным удовольствием и хорошим настроением. Середина недели прошла в столице без каких-либо серьезных по своим последствиям происшествий. А вот в четверг в Минске от пожара в автомобиле серьезно пострадал мужчина. Пожар случился в четверг днем на территории одного из столичных СТО по второму велосипедному переулку. После того, как огонь был оперативно ликвидирован прибывшими работниками МЧС, выяснилось, что 33-летний слесарь СТО, ремонтируя автомобиль ВАЗ-2108, пытался снять топливный бак. Во время проведения работ он курил. Это, предположительно, и стало причиной пожара. В результате происшествия мужчина получил ожоги лица, головы, шеи, туловища, верхних конечностей первой и третьей степеней. Всего 45% тела. Бригада скорой доставила его в больницу. Пожар полностью уничтожил восьмерку. Кроме того, пострадали три автомобиля, припаркованные рядом. На минувшей неделе работники МЧС выезжали на происшествия с животными. В четверг днем в квартире на улице Прушинских спасатели пришли на помощь кошке, которая каким-то образом оказалась в технологическом коробе ванной комнаты и застряла в водопроводных трубах. Хозяйка самостоятельно излечь своего питомца не смогла и спустя какое-то время обратилась к спасателям. При помощи специального оборудования они разобрали часть стены, приподняли трубы и освободили животное из заточения. В результате инцидента кошка осталась цела и невредима. Напоминаю, подобные случаи не входят в компетенцию спасателей, но в МЧС на просьбу гражданки все же откликнулись. В пятницу около шести вечера столичным спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома по второму короткому переулку. Когда пожарные прибыли на место происшествия, двухквартирный дом горел открытым пламенем. Во время тушения пожара в комнате одной из квартир спасатели обнаружили тело 63-летнего мужчины. Пламя сильно повредило имущество хозяев, деревянные элементы и кровлю дома. В качестве предполагаемой причины пожара рассматривается версия неосторожного обращения с огнем погибшим. Помощь спасателей потребовалась в минувшую субботу и мужчине, застрявшему в болотистой местности Лошадского парка. В службу 101 гражданин позвонил сам. К месту происшествия были направлены подразделения МЧС. Потерпевшего искали, в том числе и с помощью квадрокоптера. Примерно через два часа после того, как в МЧС поступило сообщение, мужчина 1988 года рождения был найден на расстоянии 70 метров от твердого грунта в болотистой местности около Свислочи. Спасатели вывели его на твердую поверхность, он не пострадал. Со слов мужчины, он шел на фестиваль, который проводился в Лошадском парке и решил срезать путь. В результате заблудился. Кстати, в нынешнем году это уже третий случай того, когда люди теряются в болотистой местности этого парка. Предыдущие два, как и нынешние, закончились благополучно. И еще об одном происшествии. В ночь в воскресенье на понедельник на территории частного домовладения по второму радиаторному переулку горел блочный сарай. Оперативно прибывшие работники МЧС потушили его, никто не пострадал. Причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. Сегодня о происшествиях это все. Соблюдайте правила безопасности и до встречи в следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова